Всем привет ребят! Вышел патч 0.9.15.1 и перевел весь боевой интерфейс с экшен скрипт 2 на экшен скрипт 3. Что это означает для нас простых игроков? Что игра стала лучше, но вместе с тем сломались все моды боевого интерфейса. Это и дамаглоги, и прицелы, и многие другие моды, которые вы видите в бою. Поэтому самое главное, что вы должны для себя уяснить, это не пытайтесь поставить старые моды от прошлых патчей на нынешний патч. Это неминуемо приведет к крашу игрового клиента. Мы же в свою очередь уже успели адаптировать многие моды под новый патч, но это конечно же далеко не все те моды, которые вы привыкли видеть в модпаке от Протанки. Поэтому все, что от вас требуется, это поставить лайк этому видео, чтобы поддержать нашу работу и внимательно следить за обновлениями новых версий модпака. Ну а если вы не нашли своего любимого мода в модпаке, то не ленитесь и напишите в комментариях под этим видео, какого мода вам не хватает. Ну а теперь пойдем покажу, что мы уже успели сделать. И начну я, ребят, пожалуй, немного нестандартно, а именно с ангаров. Эти ангары, ребят, для вас адаптировал сам Wargaming, но именно в нашем модпаке вы можете выбрать любой из них на ваше усмотрение. И первый ангар, который вы видите, называется в модпаке Monolith. Следующий ангар, я думаю, вам тоже очень хорошо знаком. Он уже примерно год назад был в модпаке, но потом сломался, и вот сейчас, как я уже сказал, Wargaming его восстановили. Это ночной ангар, который называется Рисовое поле. Очень и очень, на мой взгляд, красивый. Думаю, многим из вас он так же, как и мне, понравится. И не забывайте, ребят, что если вы хотите поставить какой-либо ангар, то в первые дни патча лучше скачивать ультра-версию модпака, где все ангары упакованы уже внутри модпака, и их не надо скачивать из интернета. Ну а следующий ангар называется, ребят, День танкиста. И я думаю, из названия уже очень хорошо понятно, какому мероприятию посвящен этот ангар. И вы, может быть, ребят, не знали, но ангар День Победы тоже в патче 0.9.15.1 сломался. Но, как вы видите, в модпаке он работает и вполне себе функционально, так что те, кому он еще не успел надоесть, можете ставить. Ну и все то же самое можно сказать и про ангар Летний Опуск, который сейчас летом вполне себе актуален и точно так же полюбился многим игрокам. Ну и, наконец, давно потерянный и забытый ангар Аэродром. Если кто вдруг забыл, то данный ангар переносит нас в некую прибрежную зону, и здесь чего только нету. И танки, и самолеты, и даже корабли, и даже какие-то портовые там краны стоят. В общем, ребят, все, что только можно придумать, есть в этом ангаре. Ну и давайте переходить уже к следующим модам. Вы, наверное, ребят, удивитесь, но в этом патче снова сломался мод шкурки эстета, с помощью которого можно видеть уязвимые зоны и точки нанесения критического урона на танках, на которые вы наводите свое орудие. Но не переживайте, мы его не только починили, но еще и добавили все переведенные в HD в патче 9.15.1 танки, даже добавили те танки, которые вы можете увидеть только в бою, если на них катается супертестер. Ну, таким образом, вы будете уже новый танк знать, куда пробивать и наносить ему критический урон. А сейчас я хотел бы рассказать вам про мод HP Command. Ну, это вот панелька, которая располагается по центру сверху экрана. Дело в том, что с переводом боевого интерфейса на ActionScript 3 все HP Command сломались. Но мы постарались и не просто починили их, но еще и сделали дополнительно несколько штук. Итак, сейчас у вас на экране мод HP Command с конфигом от Архмагомена. Преимущество данного конфига очевидно. Ну, во-первых, здесь видно, сколько осталось набить урона до медальки основной калибр. А во-вторых, самое главное, в связи с тем, что сломался мод XVM, она показывает количество урона, который вы нанесли за бой. Ну и, конечно же, она отображает главную свою задачу. Это количество HP у союзников и у команды противников. А сейчас у вас на экранах конфиг от Лакостана. В принципе, все то же самое, что и в конфиге от Архмагомена, только немножко по-другому выглядит, как бы отдельно от самого счета уничтоженных танков. Ну, единственное, что стоит отметить, в этом конфиге нет урона, который вы нанесли за бой. А так все те же самые показатели, что и в HP Command от Архмагомена, здесь отображаются. Ну, а сейчас вы видите минималистичный конфиг, который был создан, исходя из предпочтений Сергея Вспышки. Ну, он просто любит такие минималистичные вещи. В прошлый раз сделал на этом акцент, и мы вот специально для него сделали вот такой вот минималистичный конфиг. В чем его преимущество? Ну, он то же самое показывает HP Command. Единственное, что здесь наглядно видно, в какую сторону сейчас перевешивает баланс по HP. То есть, если у вашей команды HP меньше, чем у команды противника, показатели будут красного цвета. Если же вы ведете по HP, то есть вся ваша команда имеет суммарно больше HP, чем есть у команды противника, то этот показатель будет зеленого цвета. Достаточно удобно. В остальном все те же самые данные, что и предыдущие HP Command данный конфиг показывает. Ну и, наконец, ребят, последний на сегодняшний день. Правда, я не зарекаюсь. Возможно, мы сделаем еще какие-либо конфиги. Ну, в общем, это конфиг, как в ВГ Лиге. То есть, все, кто любит киберспортивные состязания, кто смотрит, кто следит или кто принимает участие, я думаю, им этот мод понравится. Ну, очень напоминает то, что вы видите в ВГ Лиге. Конечно же, здесь нет названия команд, потому что, ну, у нас команды безымянные, враги и союзники, да, и нету логотипа Wargaming Лиги. И в остальном точно такой же мод HP Command, то есть, показывает перевес, в какую сторону идет, у кого больше HP, ну, и отображает численные значения. В принципе, то, что он и должен делать. Если любите простоту и удобство, то этот конфиг именно для вас. Ну, а теперь, ребят, пожалуй, переходим к главному информационному поводу сегодняшнего видео. Ну, вы все знаете, что с переводом на ActionScript 3, все, все, все любимые ваши прицелы, которые были сделаны до патча 0.9.15.1, они просто-напросто перестали работать. И будем честными, ребят, оказалось, что адаптировать старые версии прицелов к новому патчу совсем непросто. И исходников нет, и авторы уже давно не поддерживают свои творения. И вот и оказалось, что сделать новые прицелы гораздо проще, чем адаптировать старые. И я думаю, мододелы со своей задачей справились. Уже сейчас в сборке вы сможете найти целую кучу прицелов, как для и простых танков, так и для артиллерии. Ну, то есть, аркадный прицел, снайперский, артиллерийский прицел. И все они сделаны так, чтобы угодить большему количеству игроков в мире танков. Я думаю, мы охватываем где-то потребности 90% всех игроков, которые используют моды. Потому что мы опирались как раз-таки на статистику и старались сделать новые прицелы, очень похожими на те, которые используют игроки чаще всего. Но если по какой-то причине свой любимый прицел вы в сборке не нашли, во-первых, не расстраивайтесь. Напишите в комментариях под видео, каких модов вам еще не хватает. Если будет много лайков, если будет много комментариев с одинаковыми просьбами, я постараюсь, чтобы как можно быстрее эти моды в модпаке появились. Ну, а если вам лень ждать, то для некоторых прицелов в модпаке есть конфиги с настройками. То есть, это такие универсальные прицелы, которые можно настраивать вручную. Кстати, не пытайтесь их настраивать через меню игры, вы там не увидите изменений. Изменения вы увидите только, когда войдете в бой. В следующих патчах игры это будет автоматически уже адаптировано, поэтому мы решили на это время не тратить. Ну, так вот, что касается конфигов. Пройдя по пути, то есть заходите в корневую папку с игрой, заходите в папку resmods, потом в папку 09.15.1, потом в папку gui, потом в папку flash, и там находите папку с конфигами, которые называются crosshairs. И вот эти конфиги, я, кстати, рекомендую их править с помощью программы Notepad++, она бесплатно скачивается в интернете за 5 секунд, весит мало и очень удобно ей пользоваться, и она не ломает конфиги. Так вот, эти конфиги вы можете настраивать, включать, выключать какие-то элементы прицелов там, и добавлять собственный даже вид для прицелов. Таким образом, с помощью этих конфигов вы сможете настроить для себя любой вид прицелов, но, правда, придется потратить немного времени и поэкспериментировать. В любом случае, ребят, без хорошего выбора прицелов вы не останетесь. Я бы на вашем месте больше переживал за дамаг панели, ну, то есть логин нанесенного вам урона, так как с ними пока что еще не очень все хорошо. Но будем надеяться и в ближайшее время ожидаем, что они появятся. И снова ненадолго посетим ангар, ребят. Дело в том, что добавилось два новых конфига для сессионной статистики SP-мода. Оба они отличаются таким, знаете, минимализмом, ничего лишнего, очень скромненько оформлены, не выбиваются из общей стилистики ангара, и, в общем-то, не бросаются в глаза, но в любой момент готовы предоставить вам всю самую важную информацию, которая вам может только потребоваться. Кстати, не забывайте еще при установке выбирать галочку на мод WG Stream. С помощью него вы сможете не пропускать мои видео и голдовые стримы. Но я думаю, это как минимум полезно, а мне будет приятно. Ладно, ребят, время поджимает и надо закругляться. Но это не значит, что это все моды, которые есть в модпаке. Их там сотни просто. Поэтому скачивайте модпак. Либо базовую версию, либо ультра-версию, в которой все моды, включая ангары и шкурки эстеты, уже запакованы внутрь. Она весит 800 с лишним мегабайт. Но тогда вам ничего не придется докачивать из интернета. А это очень важно в первые дни патча, потому что нагрузка на наши сервера просто-напросто огромная. И вы можете долго-долго скачивать даже небольшой по весу мод, там, в несколько мегабайт. Ну и самое главное, для того, чтобы сборка стала лучше и у вас были самые крутые моды, соблюдайте всего три простых правила. Поставьте лайк этому видео для того, чтобы нас поддержать. Напишите в комментариях, каких еще модов вам не хватает для счастья. И самое главное, следите за обновлением модпака. Для этого достаточно просто-напросто прийти на это видео и пройти по ссылке в описании. И вы увидите, обновилась сборка или нет. Ну или можете по старинке следить за уведомлениями в ангаре. А у меня на этом на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайк и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok